Приветствую всех дорогие друзья! Сегодня будет не полноценный ролик, а короткая, но на мой взгляд полезная зарисовка. Как нам всем известно, в момент плотинга грядок монеток ЧИА рекомендуется использовать твердотельные накопители SSD для ускорения процесса засеивания. Но этот процесс требует большое количество обращений к диску для записи и чтения информации. Каждый SSD диск обладает определенным ресурсом в зависимости от его технологии изготовления. Производители ввели такой параметр как TBW – Total Bytes Written – объем данных, который может записать на SSD, прежде чем тот отойдет в мир иной. Например, для моего основного системного NVMe SSD Samsung 960 Pro этот показатель составляет 800 Тбайт. При создании одного плота тратится ориентировочно 1,5 Тбайт ресурса. Надо говорится, что заявленная производителем цифра – это некая гарантия на наработку диска и вовсе не означает, что он обязан умереть при достижении этой цифры. В свое время на замечательном сайте 3DNews были испытания на ресурс дисков SSD и очень большое количество дисков показало возможность записи в 2-3 раза больше заявленного производителем, но конечно были и те, кто не прошел отведенную дистанцию. Тем не менее, нас всех заботит, а есть ли способ сделать так, чтобы количество записываемой информации во время плотинга было меньше за счет использования оперативной памяти. И вот я увидел в нескольких местах на форумах, а затем и ролики на YouTube с информацией о том, что можно изменить размер корзины – это один из параметров при создании плота, также меняется количество используемой оперативной памяти во время плотинга, увеличивается. В теории за счет этого происходит меньшее количество обращений к диску и ресурсы SSD на создание плота расходуются не так быстро. Это особенно актуально в разрезе того, что скоро выйдет новый инструмент для создания плотов и нам придется переделывать плоты. Помимо этого, в личку я получил уже порядка 15 писем с вопросами по этой информации или наоборот утверждениями, что вот оно счастье – пора закупаться оперативной памятью, чтобы облегчить жизнь SSD. Но я нигде не видел никаких реальных пруфов, даже на YouTube с видеороликами об этом способе в качестве доказательства говорится о меньшей нагрузке на процессор и как следствие в меньшем износе SSD. Попахивает просто откровенной ложью или бредом. Что ж, давайте проверим. Тест я проводил не на моем обычном компьютере, так как он безустанно трудится в засеве, и отрывать его не хотелось, а на отдельно стоящем ноутбуке, который обладает Intel Core i7, 10750, 16 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ NVMe SSD. Нас интересует всего два параметра. Первый – это скорость создания плота и второй – самый главный – ресурс на это затрачиваемый SSD диском. Редактором редактируем скрипт PowerShell, чтобы корзина была как по умолчанию, Q128 параметр, количество используемой памяти также по умолчанию 3390 МБ, запускаем и получаем следующие результаты. Фаза первая – 11885 секунд, фаза вторая – 4308, фаза третья – 7370, фаза четвертая – 549 секунд. И полное время создания плота – 24113 секунд или 6 часов 40 минут. ОК, записываем, запускаем скрипт с измененной корзиной U64 и увеличиваем количество используемой оперативной памяти при создании плота на 7400 МБ. И получаем следующие результаты. Фаза первая – 11873, фаза вторая – 4265, фаза третья – 9856, фаза четвертая – 748. То есть общее время создания плота – 26744 или 7 часов 25 минут. Время создания грядки увеличилось. Это неприятно, но может это достойный компромисс и мы получим меньшее количество записей на SSD? Давайте смотреть. До проведения тестов состояние диска было следующее. На чтение было потрачено на 3200 ГБ и на запись 2270 ГБ. После создания первого плота с обычными параметрами и корзиной по умолчанию U128 чтение стало 4721 ГБ, запись 3676, то есть прирост и затраченный ресурс SSD составил на чтение 1521 ГБ и на запись 1406 ГБ, то есть по 1,5 терабайта, как и предполагалось. И теперь внимание! Результат после второго плота с измененной корзиной U64 и используемой оперативной памятью. Барабанная дробь. Итак, чтение 6233 ГБ, запись 5048 ГБ, то есть прирост по чтению 1511 ГБ и запись 1372 ГБ. Друзья, ну это просто смех и слезы. Разница на уровне погрешности. Дорогие мои читатели, не верьте всему, что пишут на заборах, да и всему тому, о чем говорят на YouTube. Как говорится, отрицательный опыт тоже опыт, особенно если его приобрел кто-то за тебя. Всем большое спасибо за внимание, высказывайте свое мнение, оценивайте видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, спасибо и пока!